Отъезд за рубеж огромного числа граждан, покидающих страну в поисках работы и достойной зарплаты, породил такое явление, как брошенные дети, обреченные расти без родителей в самые важные годы своего становления. Всё большее количество детей, чьи родители уехали на заработки за рубеж, прородило новый социальный феномен, с которым сталкивается район Неспарень в настоящее время. Сергею 14 лет он учится в теоретическом лицее Мирчей Леаде города Неспарень. В пятилетнем возрасте он остался на попечении бабушки и дедушки. Пока мама мальчика трудится за границей, чтобы обеспечить будущее сына, бабушка жалуется на поведение внука. Пожилая женщина говорит, что подросток не слушается её и прогуливает уроки. Он уходит в школу, но откуда я знаю, куда он идёт? Я спросила учителей, был ли он сегодня на занятиях, и они ответили, что да, был. Думаю, что он частенько шалит. На один урок идёт, а другой пропускает. Из дому он отправился в школу, а я проследила, куда он точно пошёл. Классная руководительница пожаловалась на него в полицию, и теперь я переживаю за него. В свои 65 лет я вынуждена ходить в полицию. Мама ругает его, просит, чтобы он меня слушался, чтобы ходил в школу, говорит, что ему нужно окончить хотя бы девять классов. А потом она заберёт его к себе, устроит на работу. Тот факт, что ему приходится расти без матери, очень повлиял на мальчика. Серджи признался, что ему не нравится учиться, поэтому он часто прогуливает уроки. «Меня не тянет в школу. Я постоянно ругаюсь с учителями. Они всё время на меня кричат». Преподаватели теоретического лицея Мирча Элиади говорят, что миграция несёт в себе целый ряд рисков для несовершеннолетних. Это и прогулы уроков, и насилие, и социальная очуждённость. В этом списке перечислены дети, родители которых находятся на заработках за рубежом. У них много пропусков, что негативно влияет на общую ситуацию в лицее. На мой взгляд, необходимо разработать закон, обязывающий родителей при отъезде за границу оставлять детей под официальную опеку попечителю, с которым ребёнку будет хорошо и при котором он будет обязан посещать учебные заведения. Приведу конкретный пример восьмого класса, в котором учатся четверо ребят, растущих с бабушками. Разумеется, что они не могут постоянно присматривать за внуками, поэтому те часто прогуливают уроки, и у них огромное число пропусков. Например, у одного из учеников насчитывает 100 пропусков. Мы провели беседу с его бабушкой. Однако большая часть ребят вступили в подростковый возраст, когда они уже не слушаются бабушек, и нам приходится даже обращаться в полицию. Думаю, что мы, преподаватели, должны как можно чаще поддерживать самую тесную связь с родителями наших учеников. В теоретическом лицее Мерча и Ляди города Ниспарень учатся 600 детей, 160 из которых оставлены на попечение бабушек или других родственников. Классный руководитель Серджио рассказала, что у всех этих ребят неважные показатели в учёбе. «Каждый раз я получаю обнадёживающий ответ. Меня уверяют, что будут приняты меры, но единственная мера, которая была на самом деле принята, это ответ из комиссариата полиции о том, что этот ученик состоит у них на учёте. Конечно, школа борется с немотивированными пропусками. А что касается Серджио Адама, то, зная, что он растёт без родителей, «Я в качестве классного руководителя старалась сблизиться с ним, чаще вызывать на разговор, пыталась расспросить его о проблемах. Упрашивала одноклассников уделять ему больше внимания, не оставлять одного, интересоваться его переживаниями. Каждый день нам приходится с ним бороться. Он постоянно прогуливает уроки, и мы вызываем в школу бабушку, а та твердит одно и то же. Я отправляю его в школу, уже не знаю, что и делать. И вот такой ответ мы слышим изо дня в день». Согласно официальным данным, у каждого пятого ребёнка в Молдове один из родителей находится за границей, а у каждого десятого оба родителя трудятся за рубежом. Но в действительности их число намного больше. Печальнее всего то, что разъехавшиеся по миру в поисках заработков родители забывают о том, что они в ответе за то, как живут и растут их дети. Данные Министерства труда гласят, что 19 из 100 детей, чьи родители находятся за рубежом, подвергаются оскорблениям со стороны своих сверстников. 17% сталкиваются с подобными ситуациями в школе, а 6% – в обществе. В кругу приятелей 17% детей, растущих без родителей, подвергаются физическому насилию. В Республике Молдова свыше 150 тысяч несовершеннолетних разлучены с родителями, уехавшими на заработки в другие страны. По данным европейской статистики, феномен детей, разлучённых с родителями, достиг в Молдове одного из самых высоких показателей среди европейских стран после Румынии.